Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы рассмотрим партию, которая была сыграна в Челябинске в 1963 году. Белыми в этой партии играл малоизвестный шахматист с очень известной шахматной фамилией Борис Шипов, ну а черными Рашид Нижмеддинов. В данной партии была отыграна страндийская защита. Итак, белые начали ходом d4, последовало далее конь f6, c4, g6, конь c3, слон g7, e4, d6. И белые остановили свой дебютный выбор на системе земиша, f3. Рокировка, слон e3, конь c6, ферзь d2, a6. Известный план, черные пытаются подорвать пешку c4 путем b7, b5. Конечно же, белые намереваются здесь рокировать на ферзевый фланг, тем сильнее это продвижение. Король белых будет подвержен атаке. Соответственно, белые также хотят атаковать короля черных, вот таким вот образом. Ладей e8, g4. Белые приступают к выполнению своего плана и e5. Черные, в соответствии с классическими канонами, на фланговый выпад отвечают контрударом в центре. Белые не решились закрыть позицию путем d4, d5, но продолжили развитие. Конь g2 и конь a5. Таким образом, пешка на поле c4 оказалась под ударом. Белые стандартным маневром защитили ее слоном с f1. Конь g3 и далее произошел размин. Еd, слон d4, конь c6. Конь вернулся обратно. Соответственно, слон ушел обратно на e3. И в результате размена расчистилась диагональ для чернопольного слона. Ну и поле e5, удобная стоянка для одного из черных коней. b5. Именно так. Черный жертвует пешку, пытаясь расчистить подходы к белому королю. Очевидно, что брать эту пешку опасно. На cb, ab, слон b5. Может последовать слон b7. Кстати, поле d7 вот здесь. Слон не занимает, а оставляет его для коня. В случае g5 черный сыграет конь d7. И здесь компенсация за пешку очевидна. Слон работает в полную силу. Ладья открыта. Ну и далее, возможно, постановка на b8 еще одной ладьи. Или же ферзя. И черные будут нагнетать давление на короля белых. Но в партии после b5 белые играют g5. Пытаются прогнать коня. Конь уходит на d7. И f4. Таким образом, обоснованно белые отказываются задерживать сопернику в создании атаки на собственного короля. А белые сами готовят штурм. Для этого отнимают поле e5 у черного коня. Но черный играет конь a5. В который уже раз. И h4. Такой вот ход. Все идет темп в темп. И таким образом время дороже пешек. Как вы видите, что пешка на c4 здесь под боем. Но черный играет сон b7. Таким образом, создавая давление на пешку e4. h5 белые сыграли. Ну и далее b4. Конь d5. c6. Таким образом, черные выигрывают время, нападая на фигуры соперника. Но белые играют hg. Очевидно, что в этой позиции лучше пробить и hg. Может показаться опасным вскрытие линии h. Но на самом деле, главный защитник черных на месте. И это радует. Слон d4. Именно так сыграли белые. Пытаются разменять вот этого основного защитника крепость черных. Нужно отметить, что на ход конь бьет b4. Нижмеддинов заготовил c5. Вот такой ход. Здесь ничего особо белым не дает продолжение конь d5. Веду слон d5 и далее ладе b8. Угрозы черных очевидны. Уже пункт b2 нуждается в защите. Ну а сильнее на c5 ферзь d6. Пользуясь тем, что пешка на d6 у нас оказалась под боем. И здесь лучшее продолжение за черных. Это, как ни странно, разменять ферзей. Все-таки на d7 конь под боем. Взяли-взяли. На слон c5 пойти конь а, c4. b3. Ладья а, c8. Форсированный вариант. Конь d3 и конь e3. В этой позиции у белых формально две лишние пешки. Но фигуры черных очень активны. Буквально все. Мы видим, что слон на c5 сейчас связан. Не может взять ни одного из черных коней. Ну а конь, чернопольный слон, белопольный слон. Обе ладьи. Все это очень активные фигуры. Поэтому здесь, в принципе, у черных компенсация имеется. Но слон d4. Белые помышляли сами поставить мат. Поэтому меняют чернопольников. cd. Вот так. Видите, что у черных теперь лишняя легкая фигура. Но ферзь h2. Видим, что Шипов тоже нилы комшит. Он хочет просто мат на h8 поставить в два хода. Пожертвовав ферзя. Какая типичная комбинация. И вот в этом довольно сложном уже положении черный сыграли конь e5. Интересный такой ход. Таким образом избегают разменов чернопольных слонов, нижмеддинов. Отдавая материал обратно. Но в этой позиции лучше было сыграть слон d4. И далее на ладья d4 просто пойти король f8. Конечно, здесь инициатива белых достаточно опасна. Но мата нет. И после лучшего е, д, ладья e1. Очевидно, что черные здесь имеют ресурсы для уравнения. А также захвата инициативы. Но конь e5. У Нижмеддинова были свои мысли по этому поводу. Ход неплохой. В этой позиции, если пробить fe, то за черных лучше всего не бить на e5 пешкой. А пойти конь c6. Вот такой достаточно интересный темповой ход. Если удастся выменять слона d4 на коня, то, конечно же, усилится очень слон g7. Белые не могут этого допустить. И на слон e3 следует конь e5. Инициатива, конечно же, здесь всецело принадлежит черным. Поэтому в партии последовало е, д. Ну и b3. Вот такой вот ход. Снова нагнетает напряжение Нижмеддинов. И в этом сложном положении шипов ходит король b1. Конечно, можно его понять. Он защищает эту пешку. Очень интересно, что в случае a3 может последовать просто конь a4. И на слон c4 ладят c8. С темпом заводя ладью на линию c. И здесь у черных уже фактически выигранная позиция. Но интересен очень фантастический вариант, который мне удалось найти с помощью компьютера. Начинается он ходом fe. И далее b. Здесь уже грозит a1 ферзь. Поэтому белые должны быть на чеку. Они играют король c2. И далее форсированный вариант. Ладья бьет e5. Ради того, чтобы получить сильного чернопольного слона, черные не прочь отдать качество. Но белые настаивают. Они играют конь e4. Вот таким вот образом. Видим снова, что конь у нас неприкосновенен. Ввиду все той же комбинации с жертвой ферзя и мата. Поэтому ладья c8. Лучший ход в этой позиции. Далее слон бьет e5. d e. И конь f6. Все-таки черные поля как-никак ослаблены. Приходится бить. И дальше gf. Ферзь f6. И очень красивый вариант. Ферзь h7. Король f8. Ферзь h8. И вот в этой позиции лучший ход это король e7. Видим, что ферзи друг друга атакуют. При этом ладья еще нападает на ферзя h8. Ладья на d1 сторожит поле a1. d6. Вот такой интересный ход. Пытаемся отвлечь черного короля от защиты ферзя. Конечно, ход король e6 не подходит. Ввиду слон h3. Поэтому приходится на d6 бить. Ведь белый ферзь тоже атакован ладьей. Но далее ферзь h4. Вводя своего ферзя из-под боя. И пытаясь пробить на d6. Поэтому закрылись. Ладья d7. Такая магнитная комбинация. Король черных притягивается к ладье. И ферзь оказывается здесь под ударом. Ферзь бьет f6. Интересно, что в этой позиции нет хода a1 ферзь. Ввиду типового слона h3. Ну и далее ладья a1. Поэтому на ферзь f6 приходится бить ладью. Получается позиция с нестандартным материальным соотношением. И дальше очень красиво. Слон h3. Король c7. Здесь мы видим, что нельзя бить на c8. Ввиду a1 ферзь и черных материальный перевес. Поэтому ферзь e5. Белые продолжают шаховать. Нападают одновременно на короля и на коня. Поэтому, чтобы не потерять фигуру на a5. Приходится играть король b6. И b3. Кажется, что в этой позиции белые перехватывают инициативу. Осталось играть король b2. Забрать пешку. И здесь довольно слабый черный король. Конечно же, даст белым возможность получить решающую атаку. Здесь у белых фактически материальный перевес. Ферзь против ладьи и коня. Но следует фантастический ход. Конечно, который может найти только компьютер. Ладья бьется c4. В чем смысл этого хода? На самом деле, здесь две легкие фигуры черных. Конь и слон. Окажутся не слабее ферзя и слона белых. Конечно, все дело в том, что пешка a на пороге превращения. Посмотрите, здесь очень красивая доминация. bc, слон e4. Таким образом, мы отвлекаем ферзя от защиты поля a1. Все это очень похоже на этюд. Но что делать? Куда ходить королем? Если мы пойдем королем на поле c3, то просто получим a1 ферзь. И далее на сквозном шаге теряется ферзь на e5. Значит, на c3 ходить нельзя. Ход король b2, казалось бы, помогает. Дальше съедим пешку, но вилка. Также мы видим, что недоступны белые поля. Эти поля контролируются легкими фигурами черных. Остается ход такой, как король c1. Но тогда будет вилка на b3. То есть, король c1. Далее, конь b3. И превращаем ферзя. С темпом идет ферзь. Поэтому приходится ходить король d2. Но тогда просто конь c4. Очередная вилка. Методом исключения находим ход король d1. То, что выручают здесь белых. Но слон f3. Снова шаг. И мы видим, что здесь снова у белого короля не так много полей для отхода. По-прежнему король c1 не подходит ввиду конь b3. Король d2 тоже не подходит ввиду конь c4. Если ходить на e1. То тогда конь b3. И удивительно, у белых здесь нет ничего лучше, как вечный шаг. После ферзи d3, оказывается, здесь можно дать вечный шаг. Заметим, что, кстати, конь на b3 также не может быть съеден ввиду. А один ферзь с шагом. Там черных переезд. Поэтому здесь у белого лучше ограничиться вечным шагом. Но после слона f3 можно повторить король c2, слон e4. Вот такой механизм фактически вечного шага за черных. Очень интересный вариант. Красивый. Но, конечно же, найти такой вариант за доской человеку очень и очень сложно. Поэтому в партии на b3 последовало не fe, а король b1. Фактически после этого хода игра полностью, и инициатива полностью переходит в руки Рашида Нижмеддинова. Пробил он пешку на a2. Король бьет a2. И ферзь d7. Черные фигуры потихонечку начинают подходить все ближе и ближе к белому королю. Здесь не удается защититься от шага на a4 путем b3. Потому что следует жертва. Конь b3. И дальше еще слон d5. Тоже такой очень точный ход. Тоже найденный с помощью движка. Сразу же с темпом освобождается линия b для ладей черных. Единственный ход здесь это ферзь h7. Король f8. Взяли ладья бьет e5. Все та же тема получить на e5 сильного слона. Взяли ферзь b5 шаг. Связка по диагонали a2 g8. Король c2. Ферзь a4. Король d2. Слон e4. Слон e5 вернее. Дело в том, что на cd на слон f4 здесь мат в 10 ходов. Поверьте мне на слово. Дело в том, что на ход король e2 или король c3 последует шаг ладьей по открытой линии. И там конечно три черные фигуры доберутся до белого короля. Ну а если не бить, то в принципе у черных всегда в запасе есть ход слон h1. С таким королем очень тяжело. Черный король все-таки лучше прикрыт. Он встанет на e7. Ну и далее шагов здесь особых нет. Поэтому здесь у черных перевес. Но в партии было слон d3. И после конь a4 fe. Слон d5. Черные фигуры развивают бешеную активность. Грозит вскрытый шаг. Отскок конем. Поэтому король b1. Но шаг все равно жертвуется конь. Ради вскрытия линии b. Ладья a b8. Король c1. Ферзь a4. Видите, что на a3 подвисла пешка. Слон b2. И ладья c8. В этой позиции Борис Шипов признал свое поражение. На слон c2 есть хотя бы ход ферзь b3. Таким образом мы угрожаем побить на b2. Слон c2 связан. Ну а у белых есть всего лишь один шаг. Вот такое очень интересное сражение в стороне дистико защите. В системе Земеша. Очередная красивая победа Рашида Нижмеддинова в стороне дистико защите. Спасибо за внимание. До свидания.